Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, ну или же подписчики. Вы и без меня прекрасно знаете, что мой канал построен на видео, где я рассказываю о консолях и компьютерах. Однако сегодня я бы хотел сделать ролик на довольно нестандартную тему для моего канала. Да, знаю, кто только не говорил об этой теме и вообще она уже заезженная на ютубе. Но во-первых, я хочу это снять для своего канала, для своей аудитории тоже в частности. Во-вторых, такого у меня на канале еще не было. Третье. Хоть об этом я немного знаю, но все же кое-что могу рассказать. И четвертое. Просто почему бы и нет. Почему нет? Почему нет? Надеюсь, поняли. Итак, сегодня я бы хотел поговорить о телевизионном стандарте Секам и рассказать про отличия между ПАЛом, НТСС и Секамом. Давайте начнем. Вообще, стоит начать с того, что же такое Секам. Секам – это один из телевизионных стандартов, разработанный во Франции совместно с Союзом Советских Социалистических Республик. Впервые Секам стал применяться 1 октября 1967 года во Франции и в России. Ну и, конечно же, в других странах он тоже начал применяться. Но об этом чуть позже. В России и Франции такой телевизионный стандарт являлся основной системой цветного аналогового и эфирного телевидения. Однако не все так радужно. Дело все в том, что еще в 2019 году это самое аналоговое вещание в этих двух странах было прекращено. Не знаю, как там все происходит в других странах, но во Франции и в России этого самого вещания уже нету на сегодняшний день. Если мы будем акцентировать внимание на историческую часть, то Секам является первым европейским телевизионным и цветным стандартом, поскольку он начал разрабатываться еще в 50-х годах. А если быть конкретнее, то в 56-м году. Уже в 61-м году появилась первая версия Секам-1, в которой цветные поднесущие передавались на одной частоте. А в 65-м году была выпущена Секам-3. И это уже была доработанная версия Секама, которая как раз таки 1 октября 67-го года начала применяться в России и во Франции. Как пишут в одном источнике, Бытует мнение, что Секам был принят в Советском Союзе по политическим мотивам, в пику США и их стандартам НТСС. Но, на самом же деле, выбор осуществлялся на конкурентной основе из четырех существовавших тогда вариантов. НИИР, ПАЛ, Секам и НТСС, три из которых нам уже знакомы. Сравнение проводилось путем трансляции сигналов по существующим тогда радиорелейным линиям. И непосредственно записи на видеомагнитофон кадр 1С. Считается, что Секам в этих условиях показал наилучшее качество. Такой стандарт, как НИИР, был только в макете и потенциально мог превосходить своих конкурентов. Когда уже стало очевидно, что выбор может остановиться на отечественной системе НИИР, французы снизили стоимость лицензии на Секам. К тому же аппаратура Секам была готова к серийному производству. Это как раз таки стало решающим фактором при принятии нового стандарта в Советском Союзе. Вот такая вот была история. Интересная, согласитесь. Как и другие телевизионные стандарты, Секам также является совместимым с монохронным вещанием, то есть черно-белым. Также и в подавляющем большинстве случаев сочетается с европейским стандартом разложения. С вот таким значением. Отображая на экране 576 активных строк. Есть и другое знакомое нам значение, 576i. Однако, встречались и другие значения. Например, 819 строк, которые существовали до 1984 года во Франции и Монако. Не зря говорят, что ощущение цвета складывается из трех составляющих цветов. Красный, зеленый и синий. То есть RGB. Так вот, Секам использует цветовую модель YDBDR. Это некая разновидность YQV. Сигнал цветности в стандарте Секам передается в частотной модуляции по одной цветовой составляющей в одной телевизионной строке. Поочередно. В качестве недостающих строк использует предыдущий сигнал R-Y или B-Y, соответственно, получая его из памяти. Так, когда передатчик передает только сигнал R-Y, служащий для воздействия на красные люминофоры одной строки, в действие память приводит синие люминофоры, передавая на них же те же световые изменения, что были и в предыдущей строке, когда принимался сигнал B-Y. Длительность запоминания равна времени передачи одной строки. Следовательно, в телевидении с разложением на 625 строк длительность запоминания составляет около 64 микросекунд. Кстати, насчет Секам есть один маленький, но интересный факт. На Секаме можно было запустить компьютер ZX Spectrum и пользоваться им. Играть или программировать, что-то в этом роде. Опять же, у этой системы есть и недостатки. Один из них – это низкая помехозащищенность. Она проявляется только при соотношении сигнал-шум принимаемого сигнала менее 18 дБ. Если такое происходит, то качество цветного изображения резко падает. И будут видны низкочастотные цветные помехи. Второй недостаток – это совместимость как раз таки с черно-белыми телевизорами. По сути, как и другие системы PAL и NTSC, Секам поддерживает монохромное изображение, то есть черно-белое. Но эта совместимость является более низкой, чем у NTSC и PAL. В таких приемниках, которые еще не оснащены фильтром под несущей, помехи будут сильно заметны, особенно на вертикальных границах между цветами. Версии Секама. Это уже достаточно интересная тема для разговора, про которую я знаю больше всего. Как я уже сказал в начале, в 1967 году Секам начал применяться в России, во Франции и других странах. Во Франции Секам L, у которого вот такие вот характеристики. То есть полоса канала 8 МГц, полоса сигнала яркости 6, на 2 МГц меньше, полярность видеосигнала позитивная, несущая звука 6,5 МГц и амплитудная модуляция звука. В России используется Секам Дикей, характеристики у которого почти те же самые, за исключением полярности видеосигнала и модуляции звука. Там полярность негативная и частотная модуляция, не амплитудная. В Греции и в некоторых странах Ближнего Востока и Индии вот такие вот характеристики. Где же еще применяется сам Секам? Из этого списка можно понять, что Секам используется в Иране, Северной Корее, Марокко, Саудовской Аравии, Чехословакии, Египте, Мадагаскаре, Ямайке, Тунисе и даже в ГДР, ну и также в Болгарии. Кстати говоря, НТСЦ и ПАУ тоже имеют свои версии. Начну с НТСЦ. В Японии свой стандарт НТСЦ-Джей, а в США НТСЦ-Ю. Но НТСЦ не только распространен в этих двух странах. Он есть и в Канаде, Тайване, Южной Королеи, Барбадосе, Багамских островах, Колумбии, Венесуэле, Мексике и даже в Бермудских островах. А что касается ПАУ, то он, как и НТСЦ, тоже имеет две версии. Одна для Аргентины – ПАУ-Н, и другая для Бразилии – ПАУ-М. А распространяется этот стандарт где только можно. В странах Европы, включая Сербию, Боснию и Герцаковину, Хорватию, Словению, Черногорию и Македонию, то есть бывшую Ягославию. В Новой Зеландии, Австралии и ой, где он только не распространен. Там очень много стран с таким стандартом, поверьте. На этом моменте, друзья, мои видео уже заканчиваются. Опять же объясняю, для чего я такое видео сделал сегодня. Для того, чтобы разнообразить хоть как-то свой канал. Чтобы на нем не только выходили видео про консоли и про компьютеры, но и на какие-нибудь другие темы. Ну, не про виндук, конечно же, я об этом вообще молчу. Даже не предлагайте мне такую идею, я от этого сразу откажусь. Опять же, это первое видео такого плана, поэтому, пожалуйста, строго не судите. Я вместе с ретро-комнатой какую-то часть сам рассказывал из того, что знаю об этом. А какую-то из интернета брал. Это я просто сказал на случай, если вдруг появятся вопросы под видео по типу, где информацию взял. Еще раз говорю, из головы и из интернета. Я даже в начале видео сказал, что об этом я не так много знаю, поэтому какую-то часть могу рассказать сам, какой-то из интернета. Вот так. А вот теперь мое обращение к тебе, дорогой зритель. Прежде чем ты уйдешь, пожалуйста, поставь лайк этому видео и обязательно подпишись на мой канал. Поверь, специально для тебя я делаю вот такие вот интересные видео, и годные, между прочим. Благодаря лайку и подписке, ты помогаешь мне с активностью канала. Пожалуйста, лайкни и подпишись, мне нужна от тебя поддержка и активность. А то я недавно смотрел аналитику своего канала и просто охренел от того, что у меня там творится. Поэтому сейчас мне нужно ее как-то улучшить. И ты в этом мне должен помочь, зритель. Все, всем удачи, всем пока, спасибо за внимание.